Всем привет, ребят, с вами Лего, и в Телеграме вышел видос такой очень интересный и непонятный. И фишка в том, что персонаж может напиваться, и он будет пьяным, и от этого будет происходить что-то с его подсознанием, что ли. Я не знаю, сейчас я вам просто покажу, вы сами посмотрите, сейчас я ничего не буду говорить, а потом порассуждаем немного. Итак, ребят, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, с вами Легас. Как вам нравится, вот так вот, если я с камерой буду общаться, на какие-то маленькие темы, которые будут входить по Ласт Дэйнер Сурвайвл. Мне кажется, так как-то ближе может быть к зрителю. Ну ладно, поехали, смотрите, у него там что, в руке калаш, у него по идее обычная мантия, шапка ушанка. Ладно, разбирать мы видос будем после, сначала посмотрим, поехали. Короче, этот маленький отрывок, на самом деле 23 секунды, дает нам понять, что, понятное дело, что если мы выпиваем Джиг Дэниелс, то наш персонаж будет, ну, будет пьяным и не способен, скорее всего, даже воевать. Я не знаю, зачем этот ролик, по идее, сделан, вообще для чего. То есть, либо потроллить игроков, либо типа хотят вести систему, про которую мы и говорили, что вот если у нас персонаж хочет есть, у нас персонаж хочет пить, у нас персонаж хочет ходить в туалет, у нас персонаж, ну, умеет умываться, если он грязный, и наш персонаж также может быть пьяным. То есть, пока, как я понимаю, пять факторов, что ли, таких, как реально в реальной жизни. Тогда вопрос, что еще осталось, что человек может сделать. Мне кажется, еще потихоньку нас подталкивает к тому, что человек хочет, ну, человек еще может болеть. То есть, какие-то нужны будут таблетки, потому что зима. Вы понимаете, что потихоньку нас подталкивает к тому, что будут разные вариации вашего персонажа? Потому что не зря пишется, что в конце, вот когда вы умерли, не зря пишется, сколько вы дней якобы прожили, да? То есть, там, один, два, три, четыре, или вот у меня подписчики писали, что он 72 дня прожил. Мне кажется, в дальнейшем от этого будет какой-то смысл. То есть, а зачем тогда эти цифры? А для чего тогда выживать, когда я вот каждый раз обколе умираю, чтобы мой персон... Ну, чтобы не тратить мне еду и воду, я просто его обколе колбашу. У меня опять 100 хп, 100 сытости, 100 водички. И все нормально, то есть, смысл мне выживать там 7 дней или еще что-то. Мне кажется, разработчики сделают такую тему, чтобы персонаж... Ну, чтобы чем дольше вы жили, тем больше каких-то будет бонусов. И это, в принципе, прикольно, это понятное дело. Потому что, чтобы сейчас пройти зиму, если у вас нету зимней, получается, одежды, вы находите костер или вы находите алкоголь, выпиваете, вы как бы согреваетесь. И, скорее всего, будет вот такой вот эффект, как и здесь. Такой оп, в ящике нашел алкоголь, еще пивасик. То есть, еще два алкоголя, получается, есть пиво и вискарь. Это тоже, мне кажется, о чем-то говорит. Здесь, по идее, у нас ничего такого нету. Зомби-киллер-дюс 9-й левел. Ничего реально такого нету. Он, типа, выпил стронку алкоголя, тяжелый алкоголь выпил. Он весь в зимней броне. Вот его кроет вообще нормально. Но, мне кажется, можно было больше каких-то еще эффектов добавить. Пока есть только пять эффектов. Ну, в общем-то, это весь ролик, который был сегодня в Телеграме по игре ЛСДНР Сурвайвл. Напишите в комментарии, какой вы думаете еще эффект добавить в игру. То есть, давайте заново поехали. Есть голод, есть жажда, есть опьянение, есть, получается, ну, помыться надо. И что я еще там забыл-то? И вы можете поссать. Ну, у вас мочевой пузырь. Мне кажется, шестое нужно добавить по-любому, чтобы вы искали какие-то таблетки. Если вы чем-то заболели, если есть зима, вы по-любому можете подхватить какую-то заразу. Ну, и вы напишите тоже в комментарии, каких эффектов, ребят, не хватает. Ну, а с вами был Легас. Давайте поставим 2 или 3 тысячи лайков. Я уже думаю, что пора, пора скоро запускать стрим. Хотя бы просто поиграем, пообщаемся, правильно? Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok